Привет, привет ребятки, привет мои хорошие, как всегда, вас очень и очень рад видеть, и наверное приступим к видео, но сначала сделаю вставочку немного, из вчерашнего дня, чтобы череда событий была планомерна, в хронологическом порядке и так, в принципе, наверное, будет понятнее. Сразу бы, ребят, хотел поблагодарить человечка, который на стрим, на мою карту прислал денежку, не знаю кто, у меня не пикать, но огромное человеческое спасибо. Вот без слов, ребят, ну вот как это назвать, Жора был со мной в комнате, Буся на улице, скажем так, это будет элемент такой, ландшафтного дизайна, пойдёт, потом уберём. Телефон сел, хотел мелкому позвонить, придётся заряжать, но сейчас включаю, но скорее всего это уже смерть, батарейка не алло. А не, ребят, гляньте, 84 процента зарядка, то есть, то есть, есть реальный шанс дозвониться Антохе, надо перенести инкубатор, чтоб без зыры, пускай отдыхает, она приболела чуть, а в ответ тишина. Ребят, ребят, надеюсь, увидит пропущенный, перезвонит и я ему сообщу ту радостную новость, что мне нужна помощь, нужно тягать тяжести и что он нужен именно здесь. Ну а чё, а чё ему ещё 1 мая делать, в столь праздничный и шедевральный день, как не помогать мне носить инкубаторы. Блин, блин, что-то меня это раздражает, сейчас наверное уберу эту бумагу. Кажись, малой звонит. Алло, ты дома, Антох? Можешь помочь инкубатор в дом занести, но приеду, заберу, отвезу, погода просто не лётная ходить, сейчас подскочу тогда, просто у тебя желовато, чтоб Ирия не тянуть, она ещё приболела, Антох. Ну давай, как раз подъеду пока, хорошо, спасибо, давай. Хотел ещё замести, ребят, но меня уже ждут. Так, ребят, инкубатор, я уже показывал, занесли, Иришка его протёрла, до блеска характерного, налили воды, ну, чтоб влаги было больше, надо ещё эту брызгалку найти, чтоб подбрызгивать, чтоб влага была. Сейчас, ребят, закладываем яйца, вот они есть, ну, это же бутылку ещё надо, всё, ребятки, закладываем яйца. 17-14, 17-14. 17-14. Да, 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 инкубатор как раз на 90-е есть. Ребят, наклоняем, наклоняем сразу в какую-то сторону, сюда, наверное, можно вереться, всё, процесс пошёл, 1 мая положили. Получается, сейчас сколько, 7 часов, через 3 часа, в 10 часов надо будет подбирать. Кого? 5-20. Минут 10-15, минут 5-10-5, 4-5, 10-5 утра. И от того времени опять каждые 3 часа крутить? Да, каждые 3 часа крутить. Ну всё. Так, ребят, только, только с работы пришёл, и что-то какая-то трагедия у нас, Козришка на работе, я же на работе был. Родились у нас козлята, да, родились у Белки. Но так получилось, что тёща вечером пришла, дома ж никого не было. А он, ну короче, ослаб, уже не встаёт, она его забрала домой отпаивать, но скорее всего это уже всё. И надо сейчас, ну пойду посмотрю второго, возможно Белка не кормит и второго козлёнка, хотя до этого не бегали, скакали. Всё было хорошо и ничто не предвещало беды. Какой-то день сегодня вообще писец. Фух, ладно, пойдём смотреть. И тебе надо, жена, и тебе. У меня, ребят, столько как происшествий что-ли случилось. Навернулся монитор, ну вроде как он, разбирался, разбирался, но вроде пришёл к этому умозаключению. Сегодня машина на газу, ну практически перестала ехать, еле домой дошкрябал, колесо подспустило. Какой-то день, короче, не в ту сторону поворачиваться, ещё вот этот звонок напоследок. Ну сейчас посмотрю, надеюсь, что всё, всё хорошо, прямо так туда-туда-туда. Так тот козлёнок вроде и побольше был, ребят. Белка, чего ты не встаёшь, как они есть будут? Сейчас попробую покормить козлёнка, помочь, поднять белку и, соответственно, направить козлёнка в нужное русло. Не нравится мне это. Вставай! Как же козлёнок будет? И да не встаёт. Я испугался прям. А ты что, бобос? Ломай на всё. Красавчик. Кушай. Я боялся, может молока нет, как бы, но молоко есть. Козлёнок вроде этот энергичный, что с тем, вообще не знаю. Ну я-то сам как, в принципе, и не видел. Ешь, ешь. Ешь, малыш, ешь. Думаю, может она на того или как-то наступила, или легла. Ешь, мелкий, ешь. Всё, ребят, ну оставляю их наедине, как бы, ну вроде бы всё хорошо. Козлёнок бодрячком кушает, коза встаёт, боялся, ну проверил как бы всё. Вроде бы всё хорошо, завтра утром будем опять проверять. Всё, ребят, всё, ребят, возвращаемся из вчерашнего день опять в сегодняшний или из сегодняшнего в будущий. И погнали наше обычное маленькое доброе видео смотреть своими прекрасными очами. Поехали. Теперь, ну а теперь, ребят, вернувшись в день сегодняшний, хотелось бы немного подытожить. Или подвести некую планку, ну в том, что произошло и как бы, чем это всё закончилось. Короче. Дело в том, что всё как бы получилось и ожидаемо, как предполагалось. Козлёнок не выжил, отзвонилась тёща Иришке на работу. Иришка позвонила мне, сообщила, что козлёнок не выжил. Почему так произошло, доселе непонятно. Были оба бодрые, классные, пушистые. Но когда уходили на работу, ну просто, я говорю, или наступила, или легла на козлёнка. Ну, наверное, не знаю я. Ну, с этим просто придётся смириться. Остался у нас один козлёнок, то есть получается и третью козу нам придётся поддаивать. Потому что один козлёнок всё не съест, а молоко надо забирать у козы, чтобы она в дальнейшем лучше доилась. И это, ребята, далеко не все печальные новости. Если помните, что я отсаживал курочку, которая была подранена, её тоже не стало по приходу моего с работы. Ну, видать, раны были несовместимы с жизнью. Но опять же, это такой большой жизненный опыт. Будем понимать, что много петухов, это не то, что не есть хорошо, это очень и очень плохо. Жога всё знает, да? Он бы сказал, если бы умел говорить. Собака улыбка. Ну и как видите, как видите, ребята, погода у нас сегодня шикарная, немного ветерок, но солнца, дождя нет, тепло. А это значит, что именно сегодня мы попробуем воспламенить наш триммер, или хотя бы его подготовить, разобрав к транспортировке в мастерскую. Потому что без триммера уже никак, заросли по самое не хочу, нужно наводить порядок, как вы говорите, бардак, надо убирать, волшебные пендели летят, и надо на это как-то реагировать. Поэтому будем сейчас пробовать воспламенить триммер по совету того мастера, ну, куда мы ездили. Соответственно, ребят, исходя из того, что погода хорошая, триммер выносим на улицу, там будет куда просторнее, веселее и удобнее. Естественно, ребят, чтобы завести наш триммер, туда надо добавить волшебного топлива, потому что оно как бы там есть, но его как бы и нет. То есть трубочка вроде как в бензине, но там на самом донышке, и, возможно, этого топлива банально не хватает, да и, в принципе, ему уже год от роду оно могло просто изрядно подпортиться, я не знаю, но лучше налить свежего. Чудо-баночка для замеса топлива. Где-то у меня была еще куча двухтактного масла. Мото 2Т, оно. Ну и непосредственно бензин. Сейчас делаем черное дело, ребят. До следующей черточки доливаем масло. Топливо покраснело, приобрел характерный ядерный окрас. Теперь это именно то, что необходимо для нашей бензопилы. Огонь. Сначала положено, сейчас будем регулировать карбюратор, как советовал дядька. Поможет это или нет. Вообще без понятия. Все понятно, ребят. Эта трубочка бензиновая где-то вот тут подтекает. Смотрите, ребят, куда ж тут работать, если тут характерная дырка. Неужели я нашел то, что хотел найти? Так, где она? Сейчас, ребят, одену и включусь. Тут неудобно не снимать, соответственно не показывать. Зачерствела, одену ли я? Вообще не одевается. Сейчас попробую её окунуть в кипяток, чтобы размягчилась трубка и так доодеть. Хотя вот сейчас думаю, можно было сделать гораздо проще, просто эту дырочку обмотать изолентой и уже можно было косить. Но хотя бы какое-то непродолжительное время. На сегодня работой был бы обеспечен сто процентов, а теперь придётся изгаляться, но зато сделают так, как положено изначально. Что-то ни хера, но мягче не становится, видать трубка для бензина и этот метод не действует. Так, ребят, путём нечеловеческих усилий и так, и с боку, и с прискоку, и с нагревом, трубку я так и не одел. Но, выходя из полученного опыта, я пошёл смотреть вот эту всю систему в YouTube. Стыдно, досадно, неприглядно набирать такой вопрос вообще в YouTube, как одеть трубку на штуцер. Но выбора я другого не видел, не хотел тут просидеть полдня и так ничего не добиться. Как оказалось, ребят, всё предельно просто. Как там дядька говорил в YouTube, вот эти трубочки со временем, ну с годами древенеют. Одеть их, ну в принципе из-за того, что она одревенела, её надо менять, потому что от вибрации она вот эта как раз и лопается. И одеть её в принципе невозможно, то есть завтра поедем, купим, ну надеюсь, что дядька работает, поменяем. И ворвусь в эту безумную траву. Главное, что затраты будут минимальные. Это не ремонт бензокосы, а просто приобретение этой маленькой резиновой трубочки. Вопрос, конечно, цены, но благодаря нашим подписчикам, как минимум на моей карте появилась денежная сумма, которой я могу оплатить эту трубочку. Надеюсь, этого хватит. Ещё раз спасибо огромное за оказанное содействие. Исходя из этого, мото-косу эту отодвигаем на завтра, будем делать потом. А сейчас попробую разобраться, что же с моим автомобилем. На газу, то есть на холостых, типа ба-а-а-а, ну как-то едет. Чуть газку в полно, бах-бах-бах-бах, и не едет. Такое ощущение, что там забился фильтр, но это мои домыслы, сейчас попробую посмотреть. Я же толком не знаю, где этот фильтр. Вчера на работе смотрел, какую-то там нашёл. 17, не то. Там, по-моему, на 19 ключ. Вот он, на 19. Это при условии, что фильтр там, где я предполагаю. Жора, подлец, ты завалил камеру? Или вот эта гадость? То есть, ребят, у меня есть тут образец, как бы, фильтров. На него, наверное, и буду менять. И по его размеру, ну, вроде как, догадусь, где он должен находиться. Вот, ребят, клапан перекрытия, ну, как газа. И вот в этом бочонке, ну, похоже, находится этот самый фильтр. Сейчас, сейчас попробую его заменить. Блин, куда я лезу? Зачем я лезу? Пошла, родимая. Сейчас клапан перекроем. Сука. Хер там. Трубки заходят внизу, клапан перекрывает несколько выше. Придётся закрывать багажник. Сейчас, блядь, мастер натворит чудес. Какая шла, куда идёт. Вот так. Вроде, вроде всё перекрыл. Вроде уже поменьше шипит. О, всё. Всё. Ох, ты шьё. Куда ж ему тут ехать? Бедолаги. Смотрите. Ну и фильтр, соответственно, весь забит. Сейчас поменяем, заведём, попробуем и посмотрим, что из этого получится. Думаю, всё будет хорошо. О, глядите. Это просто пиздец. Теперь попади. Сейчас. Всё, вроде ничего не шипит. Пробуем, пробуем завести, ребят. И погазовать. Похоже, ребят, что-то с карбюратором забился он. В карбюраторах я не силён. Ну, тут два варианта. Или постепенно просрётся, или ехать до карбюраторщика, который это всё дело победит. Вот это выкидывать не надо. Я его так в бардачке же повожу. Он вот так же весь повысыпается, обсыпется и будет как новый. В крайнем случае помою бензином. Опа. И будет счастье. Как говорится, ребят, всё, что мог. Я так понимаю, забился жиклёр, который отвечает за вот эту прогазовку, открытие второй камеры, где он находится. Да и продувать нечем. Ну что, ну что хотелось бы сказать, ребят. Какие-то шаги были предприняты. Какое-то осмысление процесса есть. То я уповал только вот на фильтр, думал, сейчас его поменяю и будет счастье. Нет. Теперь знаю куда ехать и делать какие последующие шаги. Потому что машина нужна и без неё никак. Скорее всего и на бензине она будет вот так вот передячим паром ехать. Нас это не устраивает. Завтра доделаю мото-косу. Опять же причина определена. В принципе, как бы процесс пошёл. Хотя, результата как такового нет. Но он несказанно приблизился. Как-то так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова